The Alien Coop, инопланетный куб, вроде как игра по лавкрафту, хоррор от первого лица, демку которого я еще посмотрел год назад на одном из первых фестивалей Steam, и тогда это было достаточно, как мне показалось, по крайней мере, сырая демка, игра вдобавок сильно тормозила, она на CryEngine сделана, было какое-то там, по-моему, падение как раз с летающей тарелки, в то же время все это как-то было сумбурно, в общем-то, да, меня она совсем не впечатлила, но сейчас вот игра вышла, наконец, спустя, год, я за ней почти не следил, отзывы, по крайней мере, от пользователей весьма положительные, так что, думаю, надо дать ей шанс, давайте посмотрим, собственно, не ждал, ничего не видел, и надеюсь, сейчас получить хорошее первое впечатление, и надеюсь, что это будет жутко. О, цитаты Лавкрафта, как мы любим, глава первое событие. Величайшее милосердие и мироздание, на мой взгляд, заключается в том, что человеческий разум не способен охватить и связать воедино все, что наш мир в себя включает. Мы обитаем на спокойном островке невежества, посреди темного моря бескрайних знаний, и вовсе не следует плавать на далекие расстояния. Ну, это прям Лавкрафт такой, весь всеохватывающий, всеобъемлющий сразу в одной цитате. Сразу, сразу в голове, флешбеке, прохождение великих игр, ну, на самом деле, только одно великое, игры по Лавкрафту и множество средних или неплохих. Великое, я, конечно же, считаю Call of the Dark Corners of the Earth. А здесь у нас напланетная тарелка, и действие, насколько я понимаю, может происходить в нашем времени, а может быть в каком-то неопределенном, это, конечно, не будет похоже на Call of the Dark, и здесь, скорее всего, вдохновлено все это другими произведениями Лавкрафта. Ну что ж, погнали, посмотрим, что вообще здесь это из себя будет представлять, я заинтригован. Это приключение. Так, надеюсь, с производительностью все неплохо. Ну, такое себе. Ой-ой-ой, пошли мерцать текстуры. Кто-то стоит. А, нет, это кто-то висит, а мы лежим. Что-то не так. Текстуры не мерцайте, пожалуйста, не надо. Ой-ой-ой. Что я делаю здесь? Вот так, прямо с места в карьер. Слушайте, а, по-моему, так в демке все и начиналось, или нет, или я путаю? Так, текстуры немного мерцают, но мы давайте на них особо внимания не будем обращать. Управление должно быть очень простое, насколько я понимаю. Да. С настройками я сейчас особо возиться не намеренно. Есть русский язык, это здорово. Как я сюда попал? Что это за место? Прям начало, и мы как будто истекали тут кровью. Такое классическое начало. Пещерное. О-о-о, какие мы тут видим сразу. Брельеф, изображение от чьих-то неприятных лиц. Лицами не назовешь, от чьих-то неприятных морд. А кто висит? Он еще не жив, что ли? Почему так висит? То есть, почему он дрыгается? Эй, парень, издай какой-нибудь звук, если ты жив. Да нет, вряд ли, вряд ли. Его подвесили, по-моему, уже готовенького. Над нами проводились какие-то эксперименты. Все по классике. Да, по-моему, это локация, я очень уже плохо помню, но как раз она была в демке. Я удивлен, что с нее игра и начинается. У нас есть, кстати, дневник. Я посмотрел в управлении, но он пока не открывается. Тут какой-то алтарь. Вполне себе глухообразный. И фотография какого-то водного города. Человек на фотографии. Это я, как это возможно? Что это за место? Мы, как, опять же, типичный персонаж Лавкрафта, главный герой, не помним чего-то. У нас амнезия. Это, кстати, могла бы быть вполне амнезия третьего. Вот это Rebirth. Там тоже в пещерах все начиналось. Ну, почти все в пещерах начиналось. Немножко свет какой-то отсюда исходит. Зайдем сюда, посмотрим, что здесь у нас да как. Так, мы можем выкарабкаться отсюда. Отсюда я вижу, что находится там снаружи, но щель слишком мала, чтобы пролезть. Нужно найти другой выход. Там день. Там день и пейзаж совсем как раз-таки не Лавкрафтовский, а вполне себе Крайенджайновский. Крайенджайновский. То есть в какой-нибудь Крайзисе ты мог бы пейзаж такой вполне себе легко представить. Да или в Кингдом Кам, например. Так что давайте быстрее постараемся выбраться из этой, на самом деле, мрачноватой пещеры. Так, а вот этого в демке пейзажа я уже не припомню, точнее интерьера. Или было что-то похожее. Но это очень похоже на амнезию на самом деле. Вообще, да. Если бы амнезия была на Крайенджин, мне кажется, она бы вот так вот примерно выглядела. Все. Да, опять свечки какие-то горят. Конечно, задаваться вопросом, кто их сюда поставил, думаю, не стоит. Ой, там какой-то механизм работает. Ну, 30 фпс выдает, и ладно. И слава богу. Могло быть хуже на самом деле. Хотя, конечно, боюсь представить, что будет снаружи. Но, ладно. Перетерпим, если что. Ну, кстати, красиво. Неплохо. Я так понимаю, над игрой работало совсем мало человек. Не уверен, что совсем лишь один автору игры. Но можно и такое представить. Горит огонь. Что-то работает. Для чего эти шестеренки? Кажется, за этой стеной стоит какой-то огромный механизм. Кстати, возможно, да. Что же за событие нас ждет? Не падение или как раз вот этой инопланетной тарелки, которую мы тоже вроде как-то видели, но очень сумбурно. В демке у меня не сохранились какие-то впечатления толком об этом. Я все-таки был бы на вот этой локации в демке. Ну, ладно, это уж не важно. Даже хорошо, что я не помню на самом деле. Да, либо как раз впечатления будут таким образом свежее. Еще у меня есть вроде как прицел. По центру какая-то точка, или это у меня монитор грязный. Я не могу разобрать. Да вроде нет никакого прицела. Так, и вот выход наружу, скорее всего. Надеюсь, он сработает. Пока за нами никто не гонится. Механим заработал. Нет, не сработало. Кажется, не хватает одной шестеренки. Ох, а там как раз, по-моему... Чего? Я сел. Что это было? Ну, по крайней мере, голос у нашего главного героя напуганный. Блин, он там все еще, кто бы там ни был, это ры... Оно рычит. И музыка такая тревожная играет, как бы намекающая на то, что нужно быть осторожным. Хотя это только самое начало. Ну, конечно, такое... Вступление, бьющее сразу по лицу. То есть, ни с того, ни с сего. Вообще, без какого предисловия мы просыпаемся. Боже, он там рычит реально. А может, мне не стоит как бы туда идти? Ну, мне явно нужна шестеренка. Я даже знаю, где ее взять. Там, скорее всего, вот этот механизм сломался, и она отлетела. Блин, там что-то ктулоу-хообразное. Подождите, тарелка же инопланетная еще не упала. Откуда тут уже кто-то ходит? Что вообще, где мы находимся? Черт. Я никого не вижу. Вы увидите кого-то? Что-то... Какие-то звуки оттуда исходят как раз-таки. Боже мой, они очень неприятные. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Кто бы там ни был, оставайтесь на месте. Как я. Я вижу шестеренку, которую мне, скорее всего, нужно подобрать. Ладно, поползли. Это шестеренка, я вижу. Я ее взял даже. Все, она с собой. Я туда не пойду проверять, остались ли там какие-то следы от кого-то. Зачем мне это нужно? Я хочу выбраться отсюда. На божий свет, на солнечную, залитую солнцем, рейки, джунгли или что там, леса. Мы в какой-то дикой местности явно оказались, где еще такое место могло появиться. Но в любом случае, там будет намного, намного, мне кажется, спокойнее. Не, не. Вставляем. Вот, затихло все. Ну, кстати, в плане звука, в плане визуала, прям-таки солидно выглядит все. Видно, что это очень бюджетная инди. И что тут много таких, наверное, шаблонных объектов использовано для дизайна уровней. Ну, это не проблема, на самом деле. Так, ну что у нас здесь снаружи? Вполне себе оптимизировано, по-моему, неплохо. Но я помню, что демка точно у меня хуже шла. А здесь и красота, и как-то сразу можно вздохнуть спокойно. Ну, то есть, на самом деле, да, на самом деле, как-то здесь чувствуешь себя уже в безопасности. Хотя дело идет, судя по всему, к закату. Музыка приятная. Прям расслабление. Хорошо, хорошо, игра прям не старается тебя терроризировать. с заразом по прогрессии какой-то арифметической или геометрической. Пока что дает передышки. Так, надеюсь, мы сейчас сможем хоть какую-то информацию получить о том, где мы находимся и что здесь происходит. Потому что пока что полные непонятки. Ой, боже мой, что это? Вы видите эту статую? Это что? Мы вообще на земле? Нет, мы по земле ходим, но планета это земля. Герой как будто не заметил. Да, этот же пейзаж был, по-моему, в демке. И я сейчас догадываюсь, что должно произойти в ближайшее время. Пока мы можем наслаждаться этой такой достаточно расслабляющей мелодией. Блин. Здесь бы просто какую-нибудь послушать медитативную историю. Или медитативное даже размышление. Без всякой драмы, без всякого террора, без триллера. Просто прогуляться по вот этому по вот этому по этому райскому уголку на самом деле. Но я вижу различные какие-то постройки. Очень-очень непонятные. Уже не одну, а даже три, по-моему. Так, нам нужно, наверное, в эту сторону. Скорее всего, здесь все линейно. Особо не разгуляешься. Хотя вот здесь я уже вижу развилку. Ну, давайте в сторону леса пройдем. Там вот что-то, кстати, тем более какая-то еще одна постройка небольшая. Что-то сооружено. Ну, лес, конечно, отличнейший. Да, выглядит, конечно, все не очень так оригинально или самобытно, что ли. Ну, не чувствуется, что игра была вручную вот это все расставлено с любовью. Все-таки натыкана достаточно так. Оно как-то рандомно, искусственно. Но все равно лес передает какую-то атмосферу. Звуков полно. Это радостно. Опа! Ну и что это за статуэтка в зеленом тумане? Вы нашли пасхалку. А прям так и в открытую игра и заявляют, что это пасхалка. Ясно. Вообще, это, конечно, пасхалка неплохо так контрастирует с местным пейзажем. А если игра, кстати, может быть поработает с контрастами, то есть вот такой вот спокойный, совершенно безмятежный пейзаж, да, и какая-нибудь лавкрафтовская дичь, это может, может интересно сработать. Посмотрим, как оно будет, конечно, на самом деле. Ну и вот музыка перестала играть, к сожалению. Минута спокойствия подходит таким образом к концу. Но меня пока цепляет, на самом деле. Вот сейчас мне просто даже интересно все-таки выяснить, что происходит. Вот эта полная непонятность ситуации, в которой мы оказались, она создает все-таки интерес. Антураж, предлагающий эту неизвестность, он в то же время достаточно наполненный, что ли, да? То есть даже вот этого леса уже хватает. Мне просто даже хочется понять, что это за лес, где он находится. Даже не учитывая какую-либо дичь, вот эту хоррорную, которая нас явно впереди ожидает, да и уже позади где-то встретила. Так и что это? Что за пейзаж? Мы в Элдер Скроллсе, что ли? Это Элдер Скролл снова наконец-то выходит? Мы дождались. Можно перестать покупать Скайрин? Очень похоже на это. Или это плотины? Это это руины какие-то? А вот, да, все-таки сейчас произойдет как раз-таки. То, чего я ждал. Да, да, да. Давай, приходи в себя. Скоро нам предстоит понять природу этого события. Теперь я уверен, что это событие как раз то, что происходит. То есть здесь уже какая-то дичь происходила до этого и после этого сюда падает еще ну не комета явно, а какой-то инопланетный объект может быть как раз-таки инопланетный куб. И вот тут я помню, я дошел до куба и по-моему как раз-таки на этом то ли демка закончилась, то ли я вышел из нее. Так что сейчас я вступлю точно на неизведанную территорию. Но я должен сразу сказать, что вот эта часть просто по моим воспоминаниям, впечатлениям она лучше здесь реализована, чем то, что было в демке. Тогда у меня были впечатления явно не такие хорошие, крепкие, как сейчас. Все это явно это было не доделано очень. Не было атмосферности такой. Так, тут конечно производительность все-таки начинает падать. Но терпимо, терпимо. 60 FPS нам здесь и ни к чему. Блин, оно шепчет, как опять же что-то такое вполне себе лавкрафтовское. Мы должны перейти прямо к центру, к эпицентру этого объекта. Все в дыму, вы представляете, мы же только что наслаждались солнцем и вот этим лесом, и как все изменилось. Блин, тут все деревьями забито. Не пройти просто так. Подожди, по-моему, отсюда оно исходит-то. Может быть, там сюда, скорее всего. Сейчас главное не заплутать здесь и не поджариться. О, да, вот и оно. Испускающее лавкрафтовский зеленый свет. Почему-то зеленый такой свет стал кислотным лавкрафтовским. Это куб. Да, я вижу, что это куб. Только теперь он синий. Все стало синим. Это был сон. А, нет. Все. Окей, я действительно ничего не запомнил почти с демки. Я теперь вспомнил, что там тоже просыпался. Хорошо, хорошо. Ну, очень хорошая затравочка. Но я просто обязан сейчас пройти дальше, чем в демке. Я помню, что все-таки дальше квартира я точно не проходил. Этот сон был таким реалистичным и тревожным. Я все чувствовал словно наяву. Ммм, я так устал. Нужно пойти в ванную и освежиться. То есть, мы поспали и в то же время устали таким образом. Причем, смотрите, здесь тоже солнечный свет. На улице день, скорее всего, да? Хотя как будто туманная. Погода все-таки пасмурная. И мы как будто эти солнечные лучи, они проецировались к нам прямо в сон. Таким образом, мы были в лесу и здесь тоже, смотрите, у нас какое одеяло, соответствующее тому, что мы видели во сне. Хорошо все это взаимосвязано. Мне нравится, когда сразу можно уловить связь между сном и реальностью. Ну, реальностью, в данном случае условной, скажем так. И сном тоже вполне возможно, потому что в Лавкрафте сны никогда не просто сны. Так, ну что, давайте осмотримся в нашей квартирке. Музыка сейчас такая уже, скажем, не безмятежная. Она такая немножко меланхолично-загадочная, то есть уже какая-то тайна как будто нас ожидает впереди. И очень неплохо все это реализовано. Создает настроение как раз-таки то, что настрой даже скорее для игрока, для развития истории. Так, и наконец-то у нас заработал журнал. О, мои сны. Давайте почитаем. И даже нарисован, нарисован этот сон его отчасти. Сегодня вечером я снова пишу в своем дневнике, надеясь, что это поможет мне заснуть и снова обрести умиротворение. По ночам я все чаще резко просыпаюсь по непонятным причинам. Обливаясь потом, я сразу чувствую себя ужасно уставшим и меня навещает такое неприятное чувство, словно я пережил что-то страшное. Но что именно я не помню. Хотя, если подумать, все это может быть связано с недавними событиями. Разрывом с Дженни, переездом, вот он тоже прокладывает эти связи, переездом и, наконец, исчезновением моего дяди Эдгара. Эдгар. Я не помню, читал ли я эту записку в демку, но я должен был обязательно обратить на эту отсылку явно к Эдгару Алана По, предшественнику, скажем так, Лавкрафта. Должно быть, последнее событие расстроило меня больше, чем я ожидал. Ну, исчезновение дяди Эдгара. Учитывая неясный характер течения обстоятельств. То, что пишет газета, действительно очень странно. Одному богу известно, что с ним случилось. Мой новый дом не помог улучшить мою ситуацию. Возможно, сейчас просто еще рано. Мне нужно больше времени. Ну, домик скромный, квартирка такая тихая, конечно, но не сказать, что она какая-то создает действительно такую лечебную атмосферу, что ли. Такая типичная квартирка, но света, на самом деле, в ней не так уж и много, да? Это даже больше похоже на дом, или это все-таки, нет, это все-таки квартира явно. Давайте взглянем на детали. Здесь, конечно, всегда нужно, можно узнать больше о персонаже по обстановке в его доме. Куча еще не разобранных, как видите, коробок, то есть он недавно действительно сюда переехал, не успел еще толком обустроиться, хотя на кухне уже такой небольшой бардак, скажем так, присутствует. Расстался он, значит, еще со своей девушкой, да? Еда. Поедим? Поедим. Только я хотел, конечно, хлеб, но он съел, по-моему, яблоко. А еще одно? Ну ладно, хватит толстить. Толстить нам рано, возможно, нам еще придется бегать или ползать. Ползать тоже неудобно, когда переел. Поэтому... Так, здесь, кстати, тормозит больше играть, чем то, что мы видели до этого, хотя здесь как будто прямых углов-то, он сколько. Так, здесь что? А, Подожди, а какой свет? А, где лампа? А, вот лампа, да? Да, но свет он не нужен, все-таки день на улице. Так, хорошо, может, выпьем чего-нибудь? Давайте просто погрузимся в бытовуху, несмотря на то, что эта музыка как бы нам противоречит, говорит, нет, тут какая-то загадка. Разберись со своими снами, коробки. Переезд был утомительным, мне еще столько всего... Извините, нужно сделать. Не, ну здесь спокойно. Давайте расслабимся, постараемся расслабиться. Телефон. Кому-то звонить будем? Мне нужно позвонить Дженнифер, но не сейчас. Хочу, чтобы день прошел спокойно. Ох, да, это расставание вышло явно для него болезненным. Да. Окей. Так, есть компьютер. Ну, судя по компьютеру, все-таки действие немножко в прошлом происходит. Таких компьютеров сейчас ты уже не увидишь. Какой тут процесс? Intel, понятно, это Celeron, но здесь он называется Celeron. The Land of Pain. Я все-таки немножко разузнал что-то о разработчиках, и The Land of Pain это как раз предыдущая игра авторов. В нее я не играл. Но говорят, она прям похожа. Во многом найду. можно ее вставить как-нибудь, нет? Это мой новый комп. Влетел мне в копеечку. Зато теперь могу чаще работать из дома. А все-таки это прям новый комп. Ну, точно время где-то в начале нулевых скорее происходит. А он где-то живет в глуши как будто. Там деревенский пейзаж как будто ожидает нас наружу. Хочется выйти на улицу. Там ветерок гуляет и так вроде бы туманчик, но все равно. Это может быть освежающе. Ключи от машины. Взяли, да? Значит, мы куда-то сейчас поедем. Так, телевизор, но тоже все понятно. Начало нулевых точно. И кассета, которую нельзя использовать. Или она пустая, по-моему, даже. Так, книги. Это моя коллекция старинных книг. Мне все еще нужно разложить их по книжным полкам. Да, ну тоже сейчас этим не будем заниматься. А что насчет игрушек? Это не книги, это игрушки. Может, у нас есть ребенок? С Дженнифер. Кто знает? Так, Дженнифер, не звоним. Полагаю, сейчас мы раскладывать ничего не будем. Действительно, сейчас взяли ключи, можно будет выходить на улицу. Я еще раз просто осмотрюсь. Может быть, какие-то записки здесь. Так, это продукты просто, какие нужно купить. Позвонить обратно Питу, то есть перезвонить ему. Так, и на улице прям действительно лесок. Но лесок это не очень на самом деле безопасно, как ты сразу задумываешься об этом. Так, а эта дверь? Чулан. Да. Чулан тихий. Ну, то есть мы живем в отдельном доме где-то в лесу. Я все-таки надеюсь в каком-то небольшом городке, а спокойном. Что-то типа городка из Everybody's Gone to the Rapture. В общем-то вспомнил именно ее. Хотя мы вообще вряд ли в Британии находимся. Ох, двери немножко скрипят. Хорошо так. Ну хорошо по звукам. По музыке, по звукам все так очень неплохо. Учитывая явную бюджетность, которая тоже чувствуется, но она не смущает. То есть все-таки работа с базовыми элементами, с картинкой, с локациями и со звуком проделана хорошая. Эта картина обработана водой в фотошопе, в общем. На одном из базовых эффектов программы. Да, ну тут, конечно, можно было что-то и посолиднее повесить. Так, есть бинокль, мы его не берем. Выходим на улицу, вероятно, да? Да. Перед дорогой лучше привести себя в порядок. А, то есть, наверное, умыться все-таки. Да, мы же в душ хотели сходить. Только я пропустил в ванную комнату. Где она у нас? А, вот, отлично. Хорошая душевая. Слушай, хорошая. Роскошная душевая комната, ванная комната. Дверь не закрываем, дома никого нет. Нет, все равно. Умыться. Давай умоемся сначала. Не могу перестать думать о том сне. Будто тот странный предмет звал меня. Я чувствовал беспокоящий меня глубокий первобытный инстинкт. Крафтовский инстинкт. О, кто-то пришел неожиданно. Я думал, мы сейчас спокойно соберемся. Кто там пришел? Он не все, конечно. Монология звучит, но это, наверное, даже хорошо. Подожди. Кто-то позвонил, потом уезжает или что? Спешим к двери. Это был почтальон. А, оставил письмо на он. Вон, ноги видно. Отлично. Но все очень атмосферно, на самом деле. Погружаешься хорошо. Письмо Эдгара, того самого пропавшего дяди. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Артур, мой дорогой племянник, если ты читаешь это письмо, значит меня больше нет. Я велел моему близкому другу доставить тебе его, если со мной случится что-то ужасное. Последние несколько лет мы с тобой не поддерживали общение. Я знаю и сожалею об этом. Моя жизнь изменилась, и я стал всего лишь тенью того человека, которого ты знал в детстве. Я знаю, как тебе было тяжело не знать, кто была твоя мама, тем более после смерти отца. Я не всегда был рядом с тобой, но меня настигли тяжелые времена. Надеюсь, ты сможешь простить меня. Как ты знаешь, я никогда не был женат, и у меня нет детей. Поэтому я решил оставить тебе все свои владения, которых у меня не так уж и много. Но классика, классика, особняк от дядюшки. В твое наследство входит моя квартира и старая хижина, а, ну, хижина вот, нас больше явно она будет интересовать. И старая хижина в горах, которая раньше принадлежала твоим бабушке и дедушке. Не в тех самых горах, которые мы отправлялись в наших снах. Это все, что у меня было. Квартира находится по адресу Winter Falls, от Лудвуд Стрит-13. Возможно, мы туда сначала наведаемся. Она довольно старая и в плохом состоянии, но я не мог позволить себе что-нибудь лучше. Возможно, среди моих вещей ты найдешь предметы, выходящие за рамки понимания. Эдгар Аллан-По, перелогиньтесь. Просто избавься от них без лишних вопросов. В частности, я имею в виду свои рукописи. Они очень личные и, возможно, тебе уже сказали, письмо было моим единственным утешением в самые темные времена. Он был писателем, серьезно? Ну, окей. Прошу тебя не читать их и не углубляться в мои исследования. Избавься от всего, чтобы ничего нельзя было найти, но мы не сможем. В конверте ты найдешь ключ от квартиры. Делай с ней все, что захочешь, но я прошу тебя уважать мое последнее желание. Я всегда любил тебя, твой дядя Эдгар. Ага. Про хижину, кстати, почти ни слова. Он ее упомянул, но в основном рассказывал про квартиру. Явно то, что нас должно будет привести к этой хижине, находится как раз в этой самой квартире. В том числе предметы за рамками понимания. Ох, предостережение твое спасибо, что оставил, но явно оно нам не поможет. Так и все, да? Это письмо от моего дяди Эдгара. Похоже, она оставила мне ту старую квартиру в городе. Я совсем не ожидал такого поворота событий, но мне лучше пойти туда немедля, прям пешком. Ну, сейчас пойдем. Мы умылись, в душ-то не сходили толком. Может, сходим все-таки? Нет? Я бы хотел принять ванную, но мы и так, по-моему, расслаблены, судя по этой музыке. Так что давайте выдвигаться, судя по всему. Да, у нас два ключа от квартиры и от машины. можно ехать все-таки, наверное. Я не могу выйти в пижаме. Мне нужно надеть что-нибудь более подходящее. Да нет, ты как раз был бы вполне себе подходящим персонажем в пижаме, отправляющимся по пути Эдгара Элана По. Ладно, просто дядя Эдгара. Так, где у нас одежда? Переодеться. Хорош, заинтригован. Поездка обещает быть долгой. Возьму-ка я с собой кассетный плеер, чтобы послушать хорошую музыку. Где он? О, хорошая музыка это то, что нам нужно. Где он? Где он? Я где-то видел кассетный плеер. Кассету я видел. Насчет плеера не уверен. Так, в какой-то комнате я же обратил на нее внимание, что он валялся. Нет, не здесь. Вот здесь где-то. Да-да-да. Погнали. Телевизор можно посмотреть? Это все-таки не плеер, это просто кассета. Плеер где-то. Это опять же DVD-плеер, по-моему. Камин. Мы можем посидеть у камина. Мы можем зажечь камин. Ну, наверное, я люблю тепло огня, когда на улице холодно. Ладно, пока давай согреемся. Конечно, мы собирались уходить уже. Но возможно, поиски плеера немножко нас здесь задержат, так что не мешает согреться. коробки. Камин не выключить, кстати. Не потушить книги. Я сейчас все осмотрю ведь. Я его мне... Окей, окей. Загадка пропавшего плеера. Может, он здесь в коробке? Нет. Коробку открыть нельзя. Так, это становится уже не смешно. А, вот он. Вот он, по-моему, наконец. Окей, осталось кассет наверное подобрать. Я никуда не пойду без моего кассетного плеера. Комичный, комичный главный герой. Никуда он не пойдет. Ну ладно. Кассету возьмем. Блин, я думал, я догадался, что нужно дальше кассету взять. Ну окей. Значит, у него где-то в машине может быть есть запас кассет. Так, давай выходим уже. Мы здесь задержались явно. Путь будет долгим. До квартиры Эдгара ехать много часов. Дядя Эдгар пропал больше недели назад, но я только что получил от него письмо и узнал, что я его единственный наследник. Я видел его в последний раз очень давно. Тогда я был совсем ребенком, но он, должно быть, достаточно любил меня, чтобы оставить мне свое имущество в наследство. Я никогда не видел, куда именно он переехал в последние годы до в эту виллу в горах, в хижину. Но, проехав много времени, я наконец добрался до места назначения. А, он про квартиру, ясно. Указанный в письме адрес привел меня сюда, в это старое здание. Блин, а что? В прошлый раз нужно было левую кнопку мыши нажимать. Ну ладно. А нет, все нормально. Прогрузка как-то странно сработала. Указанный в письме адрес привел меня сюда, в это старое здание, в худшем районе Винтерфолс. Квартира должна быть там, на верхнем этаже. Ну, здание, да, такое. Не очень жизнерадостное. Ой, мы прям в подъезде. Хорошо, что не сразу в квартире. Вот эти переходы, это то, что я люблю. Нет причин идти туда. Вниз, Окей. Ну, очень старый подъезд, очень старый дом. Alone 1. К соседям зайдем? Мне нравится это начало. То есть, действие происходит не в одном конкретном месте, а то во сне, потом в нашей квартире. Вот это здорово. Такое редко бывает в инди-хоррорах. Так, здесь не разобрать текст. Какой-то он тоже не очень, весьма депрессивно здесь надписи на стенах. Я умер здесь. I died here. Ясно. Ну да. Ой, какой подъезд. Ё-моё, какая дыра. Может, нам сюда? Это не та квартира. Ладно. Ну, там, где шум идет с квартиры, это явно не та квартира, которая нас интересует. Может быть, вот эта? Нет, это не та квартира. Хорошо, что он знает, какая квартира та. Тут номера есть, кстати, да. я не знаю номер. Ну, это тоже не та квартира. Ну, бар так. И здесь становится тише, и я знаю, какая квартира та. Догадываюсь точнее. Гном садовый. Не хочешь что взять? На улице опять гуляет ветер. Погода, по-моему, точно та же самая. Вот. Черт, это не та квартира. Блин, я думал, я бы пошел правильно. Вот и квартира Эдгара. Нам сюда. Так, спокойно открылось. Ну что, заходим? Заходим. Что? Что там? Тут кто-то есть. Подожди, это грабитель. Нужно его срочно поймать. Он убегает. Не открывается. С другой стороны, что-то блокирует дверь. Он может быть еще здесь. Блин, темно. Слишком темно. Здесь должен быть выключатель. Так, но это просто туалет. Такой очень, ванная комната, очень грязная ванная комната. Здесь бардак повсюду. Что-то блокирует дверь. Нам нужно поймать этого грабителя. Подожди, здесь никого. Но что-то здесь странное явно есть. А там через окно же можно посмотреть, есть кто или нет. Там тупик. Если туда кто-то бы забежал, то... Я видел тень. Или мне показалось? Я точно видел тень. Но если тут кто-то и был, то все. Мы уже его не поймали, я предполагаю. Странно. Нет ручки. Да ладно. Кстати, да. Это странно. Так, ну все. Музыка успокоилась, и я тоже чувствую, что торопиться нет смысла. Давайте внимательно-то осматривать, что здесь вообще такое. Дверь, кстати, можно закрыть? Хотя я бы не стал. Блин, давай не надо. Нет, давай откроем, давай откроем. Например, в ту сторону. Потому что, если что, неплохо было бы полицию вызвать, учитывая, что здесь кто-то явно был. И это не мог быть наш дядя. Он же написал, что его уже нет. Хотя... Исследуем. Вот это самое интересное нужно исследовать. Повсюду плесень и грязь. Дядя Эдгар когда-нибудь убирался? Почему здесь все так разбросано? Здесь кто-то что-то искал же. Книга какая-то. Здесь нас больше ничего не интересует. Конечно, да. Квартирка мрачнейшая. Телефон. Нет телефона связи. А можно было бы полицию позвонить. Вон здесь хотя бы настоящая картина висят. Выпивка. Фотография. Так. Давай начнем с гостиной. Предположим, что это гостиная. Так. Пицца. Несколько коробок пиццы. Телевизор. Куча коробок каких-то. Тут еще больше пиццы. Там какой-то кабинет или я даже не знаю это похоже на какую-то медицинскую комнату что ли. Или на кухню. не знаю. Сложно сказать. Так. Здесь музыкальная система. Стерео. Все, да? Ну и хорошо. Окей. Это было странно. Интересный музыкальный выбор у дяди Эдгара. Так. Окей. Ладно. Нет. Цвет оставим включенным. Перейдем теперь к самой интересной комнате. Его спальня, очевидно. Пианино. А что так сразу минорно мрачно? Как будто нам и без этого не жутковато здесь немножко находиться. Страница. Страница из дневника Эдгара. Наконец, спустя много лет я вернулся в старый семейный дом. К сожалению, по приезду я увидел, что от дома ничего не осталось. Все превратилось в печальное разваленное. Однако, именно среди всех этих руин я нашел тот странный сундук. Хотя он явно был очень старым, он был изящным. Он был сделан из ценных пород дерева и украшен странными геометрическими символами, которых я никогда раньше не видел. Сначала я его не замечал, так как в детстве привык видеть по дому всевозможные причудливые предметы, найденные неизвестно где моим отцом во время одного из его бесчисленных путешествий. Вот тут как все уходит далеко. Однако, в сундуке было что-то зловещее и таинственное, поэтому я решил извлечь его из-под обломков и попытаться открыть. Я надеюсь, что введение этого дневника поможет мне преодолеть шок от моего открытия, потому что то, что я нашел внутри этого ужасного сундука, не может принадлежать этому миру. Ну, начинается. Ну, хватит, хватит. Ну, успокойтесь. Дядя. Дядя. Дядя, вы сейчас нас в сон отправите. В хорошем смысле, в тот сон, который у нас был в самом начале, очевидно. Так, тут много всего. Тут надо прям включить режим детектива. К сожалению, у нас его как бы нету, поэтому мы будем вот так вот выискивать страницы. Я, кстати, не... А, вот эта страница, да? Хорошо. Ну, спальня более-менее аккуратно выглядит. Выдвижной ящик. Ящик закрыт на ключ. О, надо искать ключ. Исследовать. Вот это я хочу поисследовать. Очень странное зеркало. С вот этим, тем самым, токсичным, каким-то зеленоватым. Здесь больше аквамариновым цветом. Так, шкаф не открыть. Сундука не вижу. Значит, подойдем к зеркалу. Как бы с ним что не случилось сейчас. Потому что выглядит оно явно как-то... Ну, это не зеркало даже. Это как будто какой-то портал, если честно. Что случилось с этим зеркалом? Да, что с ним? Оно как будто заплесневело, что ли? Все? Больше ты его не можешь потрогать там, не знаю, что мне сделать с ним. Судя по всему, нет. Так, тогда осматриваем что-то дальше. А что мы здесь еще упустили? Ящик не открывается. Ключа нету. Хорошо, комната закрыта. Так, подожди, окей, продолжаем исследование внимательно уже. надо найти способ открыть все вот это. Решетка? Под решеткой сверкает что-то металлическое. Ключ? Будь у меня нужный инструмент, я бы смог открутить ее. Так, тут какие-то муравьи еще ползают. ну инструмент-то уж мы найдем какой-нибудь, какой только. Ножницы хотя бы, что-нибудь. Я готов закликивать все пространство, чтобы найти нужный инструмент. Так, нам нужна отвертка, по идее, конечно. Здесь ничего такого нету. Дверь заблокирована. Куча закрытого всего. А что оно само по себе включилось? Что? Что это? Что это? Какого хрена вот это было неожиданно. Окей. Стерео. Неплохо так стерео тряхнуло нас. Зато мы теперь можем перелезть. Начала твориться какая-то дичь. Очень, очень неплохая дичь. О боже, куда это проход? Еда, я точно не буду есть. Картина? Вавилон? Под картиной странная трещина, может я смогу ее отодвинуть? Опусти ее. Не могу даже подвинуть, она прочно закреплена на стене. Проблема, блин. Столько сразу каких-то загадок в одной лишь квартире. Очень неплохо все это насыщено. Так, и внимательно осматриваем идти. А, ну это называется не идти, а поднять шкаф. Так, и мы можем открыть дверь наконец-то. Ну да, значит, вот тот, кого мы здесь видели, он убежал вот сюда, в этом направлении и успел задвинуть шкаф, уронить его, чтобы заблокировать проход. Хорошо. Так, ну и нам дорога туда, да? Инструмента здесь нет никого, чтобы решетку открыть? Чтобы ключ взять потом. Фу, что это за мерзкая субстанция? Запах отвратительный. Я, конечно, не в восторге от этой идеи, но я могу попытаться пройти через эту дыру. Там что-то живое такое, движущееся. Блин, ну нам туда лезть, чего делать-то? Полезли. Как он не заметил? Ну дурак, это осторожнее, нужно же быть. Получили по голове. Сейчас проснемся, хрен знает где. Только бы не в пещере. Представляете? Окей. Мы, по-моему, все еще в квартире, но нас занесли в какую-то комнату. А тут какие-то сектанты, да? Почему-то я сразу на сектантов, думаю. Божье око? Божье око, это возможно, кстати, то, что мы видели внутри куба. Какой-то господин у чувака. Ну в общем, что за чертовщина здесь происходит? Ну, конечно, сразу можно какие-то банальные теории вы придумывать, проговаривать, но лучше давайте просто, собственно, постепенно узнавать, что происходит. Где мы? Мне кажется, мы все еще в этой квартире. Блин. Нет? Охренеть. Тут какие-то таблетки, шприцы. Дверь не открывается, конечно же. Закрыто. Я должен найти выход отсюда. Да, придется повозиться. Может быть, ну, туда мы не пролезем. Вот, решетка выглядит довольно слабо. Может, я смогу сломать ее ударом ноги? Смогли. И что, ты пролезешь туда? Он реально хочет туда пролезть. Охренеть. Ну, давай, полезли. Только второй раз по голове не получи. Проход очень узкий, но я должен попробовать. Другого пути у нас как бы нет. Там прям под унитаз полезем. Ну, и ладно. Я почему-то уверен, что мы все еще в квартире дяди. В ее секретной закрытой части. Очень неплохо все развивается. Польствование затягивает и, конечно, интригует такая постановочка бюджетная, чтобы там особо мы ничего не видим. Какие-то обрывки фраз и все такое, да. Не хватает, наверное, вот этой лоска постановочного диалогов, больше речи, да, больше какой-то динамики, возможно. Но для бюджетного инди вполне себе неплохо. Я определенно заинтересована игрой, чего не было со мной после дымки. Она выглядит совсем деревянно здесь. Все-таки оно получше как-то отшлифовано все. И оно увлекает и есть атмосфера и, в общем, очень-очень неплохо. Инопланетный куб за счет. Окей. Что ж, в следующий раз мы сыграем какую-нибудь другую новинку. На этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр и пока что всем пока.